Здравствуйте, Жанна. Здрасте, у вас голос какой-то странный. Да, я сижу, тут пишу. Понятно. Мухтар, мы про вот эти наши, поговорили вопросы, по деньгам, по-моему, есть решение у вас? Да, но у меня даже по текущему месяцу еще не сдвинулось, поэтому я раньше, конца августа, пока мой человек не приедет, этот вопрос вам не решу никак. Вот я сейчас веду переговор, мне пообещали к концу недели сказать, когда сможет приедет человек. Поэтому у меня пока новостей нет. У вас пустые обещания брать обязательства без понимания, что я их точно выполню, я не хочу. Нет, Мухтар, это какая-то демагогия. Обязательства либо берутся, либо не берутся. А вот это, когда вы говорите, это вы пытаетесь на меня переложить ответственность. Жанна, Жанна, у меня нет никаких обязательств, у меня есть только желание вам помочь. Нет, подождите, у вас именно обязательства передо мной есть, Мухтар. Давайте так. Обязательства появляются тогда, когда стороны говорят, вот я сделаю то-то. Кому интересно полную видеоверсию этого разговора, можете посмотреть по ссылке из описания к моему видео. Меня уже тут очень настойчиво, чуть ли не ежедневно просят прокомментировать этот вот новый скандал в стане ДВК среди аблизоидов между именно Аблязовым и всем небезызвестной Жанночкой. Что от меня убудет, что ли, если я порассуждаю на эту тему? Не знаю, не знаю, почему считают это событие чем-то таким новым, экстравагантным. Ничего нового на самом деле мы здесь не услышали. Все же понимают, что аблизоиды у нас работают за деньги, а там, где деньги, там постоянно, значит, будут люди друг друга грызть. По законам природы выживает сильнейший. Все точно так же, как в стае среди львов, как в стае среди волков. Сначала кушает сильный, потом слабый. И, в общем-то, все эти законы природы, они действуют и везде, в том числе и у аблизоидов. Никто ведь не сомневался в том, что вся эта грызня вокруг бюджета этой организации, она началась не сегодня, не вчера, она началась много лет назад. Поэтому ничего нового на самом деле в этом видео мы для себя не узнаем. Единственное, что новое действительно произошло, все это происходит теперь публично, на публику. И тогда вот возникает вопрос, а почему Жанночка решила сыграть на публику? Вот по поводу этого действительно сложного вопроса, наверное, можно порассуждать. Далее я буду излагать исключительно свои собственные мысли. Кто-то может с этим согласиться, кто-то не соглашаться. Кому-то может это интересно быть, кому-то неинтересно. Ну, в общем, я предупредил, что я буду делать дальше. Во-первых, надо сначала вспомнить, какие проблемы сейчас гнетут нашу Жанночку. Она находится, насколько мне известно, на территории Украины, в Украине. Ее хотят экстрадировать в Казахстан, чего она сильно не хочет, естественно, по понятным всем причинам, в том числе и уголовным. Поможет ли ей это избежать депортации из Украины? Конечно, не поможет. Теперь украинский суд знает, что она не идейный борец, не представитель узника совести. Она все эти годы занималась исключительно зарабатыванием денег. Она это публично признает. Вот и с помощью этого видео. Ей должны денег. Вот она пытается выбить с этого облязыва свою денежку, свою долю мяса. И весь этот скандал, он, конечно же, пойдет не на пользу по делу об экстрадиции. Выкладывание такого видео поспособствует скорейшему выдаче этой персоны под названием Жанночка властям Казахстана. Поэтому эта причина отодвигается на второй план. Поможет ли данный скандал, что она теперь в оппозициях Каблязову, избежать ей уголовной ответственности в Казахстане? Простят ли ей все теперь в Казахстане, если вдруг ее действительно экстрадируют вместе с ребенком в Казахстан? Я думаю, не простят. Такие очевидные факты выкладывать в интернеты, о которых все и так знают. Да, я думаю, и спецслужбы Казахстана все это уже давно знают, и если надо, расскажут, если им будет это выгодно. Поэтому думаю, что и в этом вопросе ей это не поможет, никоим образом. И тогда вот возникает действительно дилемма, а для чего же она тогда делает? Она что, сама себе сделать хочет хуже, что ли, чтобы поскорее ее экстрадировали в Казахстан и посадили? Да, наверное, именно так. Именно этого она и добивается. Почему она этого добивается? А потому что она не хочет стать новой сакральной жертвой, как Дулата Годил. Кстати, один раз они упоминают этого Дулата в своем разговоре, но потом переходят на другую тему. Так вот, я считаю, что Жанночка, как бывший участник штаба ДВК, как человек, крутившийся в тех кругах, остро-остро понимает острую необходимость всей этой облязной конторки в наличии новой серьезной сакральной жертвы. Не такой вот, как вот вечно немножко пьющего Айгодила, местного алкоголика, а вот именно такой вот международно значимой фигуры какой-нибудь. И Жанночка небезосновательно полагает, что она может быть принесена в жертву именно вот как сакральная жертва, как новый вот идол ДВК, только уже мертвый, конечно же, идол. И Жанночка, конечно же, очень боится за свою жизнь. Вот с помощью выкладывания вот таких вот видео, она пытается нивелировать эту угрозу, я считаю. Еще пару таких скандальчиков, и уже из Жанночки сакральную жертву сделать не получится. Если она умрет вдруг от чьей-то черной руки, скажем так, то уже изобразить из нее жертву ДВК, жертву этого назарбаевского режима уже не получится. И я считаю, что единственное, что движет Жанночкой в данном случае, а именно, наверное, она, скорее всего, сливает эту информацию по поводу того, что они не могут денег поделить внутри ДВК. Я думаю, что Жанночка нынче панически боится за свою жизнь, просто шкурно боится за свою жизнь. Других выводов у меня нет. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии, подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово, и до новых скорых встреч!